Привет друзья, с вами Варчик. В этом видео хочу вам посоветовать танчик Шкода Т-50. На этом можно было бы в принципе и закончить. Есть у меня замечательная рубрика, в которой я советую танки. И это целый второй видос в этой рубрике. Шок. В первом видео я вам рекомендовал СТРВ-74. Средний танк 6 уровня, шведский. В этом же видосе я вам посоветую СТ-9 уровня Шкоду Т-50. Но есть небольшая загвоздка в этой рекомендации. Она называется ТВП-ВТУ на 8 уровне. И рекомендация рекомендациями, но когда перед этим танком стоит такое, сложно что-либо рекомендовать на уровень выше. Поэтому, если у вас нет желания или возможности проходить каким-либо образом ТВП-ВТУ, то как бы, ну просто знайте, что Шкода Т-50 очень классный танк. У неё офигенная скорость. Максималка 50, не сильно много, но и ни разу не мало. УВНы 8 градусов. Как бы тоже ни много ни мало, достаточно. Хотя танчик высоковатый, можно было бы ещё один УВНчик и было бы просто офигенно. Но самое офигенное, что в этом танке есть, ну понятно, вы уже знаете и без меня, очень быстрый барабан. Быстро заряжается, быстро ЭКД между снарядами. На этом танке самое главное внимательно смотреть и оценивать бой. Только где-то кто-то откололся от стада, отвлёкся и вы сразу прилетели и тупо покусали его с ног до головы и улетели. Всё. Причём враг почувствует любого уровня, что вы в него раздали барабан. Плюс ещё пробитие не самое маленькое. 248 и пробитие голдой 310. Всё классно с пушкой, всё офигенно. Плюс ещё этот танчик по броне не так жёстко страдает, как новый итальянец 9 уровня. Который тоже прикольный, но от арты по пол хп от него отлетает, каждый бой меня уже начинает бесить. А у этого танка от арты не так сильно вылетает хп. Плюс ещё у этого танка кое-какая броня немножко существует. Также небольшие тоненькие фальшборта иногда делают чудеса. Что нельзя сказать про итальянца, у которого модули отлетают буквально от одного вида врагов. У этого же танка не всё так жёстко. На нём чуточку комфортнее себя чувствуешь. И в нанесении урона, и в выживаемости. Разве что у ВНчика не хватает. Танк просто пушка. Вот и в этом бою я весь бой сейвился и смотрел на карту. Ничего в принципе делать не мог. Я вырезал там целых минут 5, как я стоял в кусту и ничего не делал. Урона никакого не было. И потом в конце боя только враги чуточку расслабились. Я увидел малейшую трещину в их обороне. Сразу туда просочился и разорвал всё к хренам. Потому что барабан настолько быстрый, что просто капец. Но нужно терпение и внимательность. В принципе это основа картошки. Но на этом танке это решает вообще жесть. С вами был Варчик. Играйте красиво. Пока. И пишите в комментариях, можно ли советовать танк, если перед ним кусок... До встречи! Продолжение следует...